С момента введения режима карантина в Алматы и стоимость продуктов питания на особом контроле. Городские власти регулярно мониторят ситуацию с ценами на социально значимое продовольствие. В избежание спекуляций ранее была установлена предельная цена. О нынешней ситуации на рынке Рамина Мерзалимова. В период чрезвычайного положения, которое действовало полтора месяца, ситуацию с наличием продовольствия и стоимости продуктов на особый контроль взяли в самом правительстве. В Кабмине решили установить предельные цены на наиболее востребованные продукты. Туда вошли гречка, рис, яйца, масло подсолнечное и сливочное, мясо курицы, молоко и кефир. Мы находимся в одном из крупных торговых точек города. У меня на руках перечень социально значимых товаров, цены на которые утвердил оперативный штаб Госкомиссии еще во время действия ЧП. Давайте наглядно посмотрим, насколько стоимость соответствует утвержденному списку. Итак, самый ходовой товар гречка, стоимость за 1 килограмм 305 тенге. Рейс отпускает по 273 и рожки 185. Несмотря на то, что режим ЧП уже снят, цены на них остались прежними. Мы решили продолжать держать цены, насколько это будет возможно, на этот перечень товаров, чтобы идти навстречу нашим покупателям в первую очередь. По социально значимым остальным товарам, в принципе, цены также практически не изменились, потому что они практически все казахстанского производства, на них курсовой скачок не сказался. Единственная разница с сахаром, потому что это биржевой товар, и он поступает импортный из России, из Белоруссии. Еще один важный момент, ажиотажа с продуктами здесь нет, полки магазина полны товаров. И дальше у нас по списку идет молоко, оно должно стоить 221 тенге. Давайте найдем, действительно, 221. Дальше по перечне идет кефир, он должен стоить 286. Так, где у нас кефир? А, вот, точно, 286. А вообще, давайте поинтересуемся у покупателей, что они думают. Здравствуйте. Здравствуйте. Что вы купили? Я купила продукты, самое необходимое для семьи. Как вам цены вообще? Приемлемы, мне нравятся очень. Ценам на продовольственные товары городские власти уделяют повышенное внимание. В мегаполисе даже действует специальный стабилизационный фонд. По линии СПК мы получаем кредиты, которые, деньги не остаются в Магнуме, они уходят сразу поставщикам продуктов. То есть, фактически, это предоплата за несколько месяцев. Вот, последний был такой договор на 3 месяца. За счет этого удается держать цену долгий период. У входа в супермаркет у вас обязательно измерят температуру. Сколько? Вот, золота температуры. Не повышенная. Но если вдруг у вас повышенная температура, вас в магазине допустят. Также здесь установлены вот такие антисептики. А все работники ходят в защитных масках, перчатках и шапках. То есть, соблюдаются все санитарные нормы. Сдерживать цены на продукты в этой торговой розничной сети продолжают из-за снижения доходов покупателей. Несмотря на прекращение действий режима ЧП, карантин сохраняется. Поэтому главная рекомендация для всех – соблюдать санитарные требования. Рамина Мирзалимова, Елкунжана Шемжанов, Телеканал Алматы.